всем привет я рада вас видеть на моем youtube канале и сегодня после дня рождения я хочу вместе с вами распаковать все эти подарки которые мне подарили но прежде чем мы начнем я попрошу вас поставить лайк на это видео и конечно же подписаться и так как вы видите у меня конечно же целых два букета роз вот это замечательный букет мне подарил паша красная роза которая безумно вкусно пахнут а вот этот небольшой букетик привезли его родители когда телефон научится передавать запахи я не знаю я большой фанат цветок я их просто обожаю мне кажется мне дарить цветы и все мне достаточно второй подарок от паши был это вот такая вот просто огромнейшая картина вот так вот села и все и можно прятаться ее нам отпечатали ребята ссылочку на них я обязательно оставлю в описании если вдруг вы тоже захотите вот такую себе картину и кстати по моему промо-коду вы можете получить скидку 10 процентов и заказать себе вот такую же картину отпечатать просто абсолютно все если у вас есть в голове какая-то задумка или какой-то свой эскиз вы тоже можете им прислать и у вас появится тоже такое прекрасное дополнение к интерьеру на самом деле она очень хорошо заполнила вот пустоту на этой полке это пустое пространство очень классно сюда вписалась второй подарочек подарили мне ребята из хаоса и здесь у нас вот такая вот настольная игра вообще я люблю играть настольные игры поэтому думаю в скором времени разберемся и поиграем очень клёвый подарок хочу тоже начать собирать домашнюю коллекцию настольных игр чтобы когда к тебе приходят гости или друзья вам всегда было чем заняться второй подарочек мне подарила моя коллега с работы и конечно же уже смотрела что там но я скажу что она попала вот просто в десяточку ты реально понимаешь наверное насколько хорошо тебя знает человек когда он тебе дарит действительно то что ты любишь круто когда люди обращают внимание на то что ты любишь что тебе нравится и потом ты получаешь что в качестве подарка это прямо здесь у нас вот такой вот белый плед честно я не знаю сколько месяцев я ныла что я хочу белый плед мягенький пледик я просто тащусь буду сидеть на своем балкончике зимой и осенью пить чаёчек читать книжку упутавшись в плед дальше у нас это вот такая вот ароматическая свеча я обожаю свечи здесь как я поняла запах кашемира и чего-то еще не знаю что такое я не переводила пахнет богатством деньгами пахнет хотя откуда мне знать как пахнут деньги и последнее что лежит в этом замечательном пакете это вот такой вот ежедневник саша очень угадала в том плане что она видит в stories до следит за мной скажем так моем инстаграме видит и наблюдает что я всегда все конспектирую в блокнот а я человек который любит все планировать и планировать я обычно люблю на бумаге то есть на бумаге я расписываю свой распорядок дня что мне когда нужно сделать когда я куда записаны во сколько мне где нужно быть я не люблю особо пользоваться заметками в телефоне я люблю бумагу и ручку все я в этом плане немножко такая человек старой закалки а еще на день рождения я получила от одного магазина вот этот замечательный свитшот который вы видите на мне не прошло еще не дня чтобы я его не надела он оверсайз я обычно даже когда иду покупать себе вещи оверсайз я всегда беру свой размер потому что мой рпп-шный мозг боится взять на размер а то и на 2 3 до больше потому что типа в смысле я же ношу там s xs да и как это я возьму эмку как это я возьму эльку а здесь как я поняла идет один размер вот оверсайда такой прям супер большой чтобы вы понимали за свитшот даже на лес на моего пашу хотя он блин в два раза больше меня мы уже даже чуть не подрались кто его будет носить их наверное теперь одна из любимых моих вещей в гардеробе очень приятный к телу здесь еще вот такие вот резиночки то есть он типа ужимается как это правильно сказать ужимается если он вам тоже понравился я договорилась с магазином и выбила для вас скидку 10 процентов поэтому вы можете по моему промокоду заказать себе такой замечательный свитшот я считаю что на осень это просто топ вы из него просто не будете вылазить все подробности будут в описании я могу сказать что просто это моя любовь вообще что касается дня рождения и того как он прошел в этом году мне было очень нелегко каждый год перед днем рождения у меня происходит какая-то дичь просто в голове меня начинает штормить я анализирую весь год у меня какие-то жуткие перепады настроения в этом году получилось так что за 20 дней до своего дня рождения я съехала из хаоса кто не знает я жила в первом блогерском доме в минске если вам интересно вообще почему я уехала из хаоса что происходило я уже рассказывала об этом своем телеграм-канале я могу также снять такой ролик на youtube где подробно расскажу вообще как я туда попала почему уехала как мы там работали напишите об этом в комментариях и я обязательно сделаю такое видео в общем не было нелегко после того как я уехала из хаоса было ощущение что мне вообще нужно начинать все заново у меня были отвратительные просмотры в тик токи помимо всего прочего пока жила в хаосе я перестала общаться почти со всеми я чувствовал себя жутко одиноко мне хотелось общаться с людьми мне хотелось ходить гулять я была в очень сильном эмоциональном упадке потом я просто поняла и словила себя на мысли что мне так одиноко стало после того как я уехала из хаоса как-то грусть накатила у меня реально была потребность вот в общении с людьми мне реально захотелось позвать людей друзей на день рождения очень много людей реально не смогли прийти какой-то момент ты понимаешь наверное кому-то дорог кому-то важен кому-то не особо важен кто-то куда-то уехал у кого-то уже были какие-то планы кого-то планы поменялись в последний момент в день своего рождения я просто сидела утром на кухне чистила картошку и плакала было реально грустно потому что я понимаю что на данный момент у меня почти нет подруг мне гораздо проще всегда было общаться с парнями хотя конечно же знакомые девчонки есть я с ними хожу общаюсь но прям вот лучше лучше подруги близкой близкой и сейчас не возвращаясь к теме мне было очень обидно и досадно когда люди там сливались какой-то поэт написал я вот уже не помню кто страшнее нету одиночества чем одиночество в толпе когда безумно всем хохочется а плакать хочется тебе и вот это действительно был тот случай когда у тебя куча друзей и знакомых тебе там пишут отвечает на истории зовут на кофе гулять туда-сюда все ты не страдаешь от недостатка внимания но в такие моменты вот когда у тебя день рождения когда ты хочешь с кем-то поговорить поделиться чем-то душевно посидеть ты понимаешь что ты один единственный человек который есть рядом это как бы семья да и твой любимый человек твой парень все и я уже знаю на чем я буду работать то есть однозначно это окружение хочу еще работать со своей какой-то раскрепощенностью то есть с открытостью хочу делать больше тех вещей которые я не делала все 22 года своей жизни конечно же продолжать буду работу с соц сетями ни в коем случае сейчас не останавливаюсь это тик ток это инстаграм и это youtube спасибо что смотрите мои ролики что подписывайтесь на мои соцсети что лайкайте комментируйте больше меня вы можете найти в инстаграме я там почти каждый день снимаю stories для вас каждый день у меня выходят ролики в тик ток поэтому не забывайте подписываться на тик ток на инстаграм и на youtube до встречи в новых видео и всем пока